Доброе утро, доброе утро! Ты кроссфитер или кроссфитер? Я делаю немного оба. Да, я делаю кроссфит. Какой процент? Наверное, 65% кроссфита, 35%. Окей, сегодня эта информация для вас очень интересна. Потому что когда я путешествую с моим семинар, 80-90% моих посетителей, моих атлетов, которые я учусь, это кроссфитер. И, конечно, когда я приготовил мой первый семинар, для меня важно выбрать информацию о том, что это важно для кроссфитера. Потому что кроссфитер может быть только 7 лет, 6-7 лет. И это для начала. Конечно. И, конечно, я имею в виду много информации, потому что я планирую 20 лет. Мой папа тоже 20 лет. В total 40 лет. Мы имеем много информации. Но если я даю вам очень профессиональную информацию, для вас это слишком много. Для кроссфитера. Да? Таким образом, мы сегодня проводим программу для кроссфитеров. Немного легче. Хорошо? Когда я начал путешествовать, в семинарах я начну с одной словами. Для меня. Для меня. Это то, что я думаю. Для меня. Для меня. возникла на sehr некоторых коллег. Короче, в странах, где литкость теперь не есть 同 maior истории. Этиaby kijken. Походящим бегом. Может и большие этот бегом. Но стunkе Fran Yi. Н conocer на вас только технику. Только технику и технику. Но если вы içinde проблемы For a exam. Вы сами players не знаете, Потому что вы не понимаете. Потому что твои мышцы не готовы для решения этой ошибки. Например, если вы делаете эту ошибку, воп! И после продолжения вы используете только ноги. Какая ошибка? Это не ошибка, это ваша проблема. Твои ноги не сильны. Твои ноги сильнее, чем твои ноги. И другая ошибка, если вы делаете старт, после низового уровня вы открываете и продолжаете. Что случится здесь? Твои ноги сильнее, чем твои ноги. Да? И я тренирую людей, как изменять ошибки. Сегодня я вам показываю специальный тренинг, чтобы решить ошибки. Но в первую очередь я тренирую вас основные вещи. В сборке, и в сборке. Потому что основные вещи очень важны. Например, если параллельфтеры занимают скваду, или в сборке 300 кг, может быть, 400 кг, этот парень не может быть 100% уверен, что он не может снять 140 кг, может быть, снять 200 кг. Потому что это сильнее, это не достаточно. Вы должны понимать некоторые важные вещи. Мы начнем с твоей ноги. Для меня это большая ошибка в американской школе. В американской школе вы тренируют вас и поставят ноги параллельно. Для меня это ошибка. Почему? Потому что когда вы поставите ноги параллельно, и вы на старую позицию, то центр гравитеты идет на ноги. Потому что для вас это не комфортно, это не натуральное движение. Для нас натуральное движение если вы делаете так, ноги выходят и мы чувствуем хорошо. Например, если мы снимаем видео из американских атлетов, которые расширены и поставили ноги параллельно на старую позицию или на спицию, то вы можете видеть в виде этого человека на старую позицию полную ногу или на старую позицию или на старую позицию и после начинать и вниз и после низового уровня вы можете видеть этот момент. Его тело делает так. Посмотрите на ноги. Воп! 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 80% этого человека. Вы открыли? Да, вы открыли. Потому что это не вы, вы не думаете о этом моменте. Это ваш тело, потому что для вашего тело это не комфортная позиция. и для сегодня я покажу вам ноги хорошо? Первый момент ноги это очень важно. Следующий шаг когда вы начнете спину и начнете на старую позицию до ноги для вас очень важно видеть кровь. Да? Да, не плохо. когда я смотрю на ноги людей которые приходят в семинар говорят это хорошая техника это большая проблема это большая ошибка понимаете? Вы должны скротить контакт с баром. Почему? Что вы думаете? Это близко к телу Это очень важно для нас потому что если мы не скротить и не скротить то что происходит? Бар идет немного вперед и центр ноги снова на ноги да? Потому что с начала позиции до ноги 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 и когда вы тренируете конечно кроссфит 90% может 95% не профессионал и когда вы тренируете в шаге на ноги до ноги вы должны расширить немного слабо не 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 скорость если вы делаете полный шаг это большой весел слабо не слабо как возможно с начальника подвиг на ноги подвиг 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 Дальше. Еще раз. Очень важно. Начинать позицию очень важно для нас. Потому что это наша база. Так же, как с бюллингом. Если база не хороша, то не важно, сколько вы делаете. Все, если базовая. Начинать позицию очень важно. Посмотрите всегда вверх. Почему? Потому что, я сказал, подстанет背. Чтобы подстанете. Для начала позицию. Но, когда ты ловите ст Bourg и твердость расслабляться. Твоя твердость и твердость расслабляться. Потому что хвост тоже. Уплотите в голове. Твердость уничтожает голову и твердость уничтожает голову. Если infrastructural и твердот. Потому что в спиннике очень важно. В весной лето все, что вы делаете, должно быть в нормальном состоянии. Не так же. Много вопросов. Как я обвиню в ноги, как я обвиню в скотч. Как я обвиню в плеч? В весной лето это моя нормальная позиция. Это легче для моего тела. Это удобно для моего тела. Это же самое в весной лето. Это моя нормальная позиция. Твоя головка. Не обвинит в позицию. Натурально. И твои глаза. Это твоя баланс. Если ты смотрел вниз, ты лезешь вперед. Если ты смотрел слишком высоко, ты лезешь назад. Хорошо? Посмотрите. Начинаем позицию. Все хорошо. Начинаем позицию. Слышите ноги. Контакт с баром. Слышите ноги. Это твоя начинка. Из этой позиции. Не изменяйте позицию твоей ноги. Твоя нога имеет хорошие углы. Из этой позиции нужно использовать ноги. Думайте о ногах и полной ноге. Еще раз. Теперь ты чувствуешь ноги. Но если ты делаешь из этой позиции, первое движение. Когда ты начинаешь опускаться. Класса высоко. Вы чувствуете, что будет более ноги. Больше силы. Попробуйте. В同じ позиции. Все хорошо. И теперь, когда ты начинаешь опускаться. Попробуйте на ноги. Класса высоко. Класса высоко. Вы чувствуете? Да. Это очень важно. Это очень важно. Попробуйте. Попробуйте. Люди, которые были в моем семинаре, понимают, как ты чувствуешь. Да. Потому что я всегда задаю людям, какой лучший стрелок. Многие говорят, что это 100 кг. Может быть, 120 кг. Я сказал, что это будет хорошо. Мы попробуем с тобой. Мы попробуем с тобой. Попробуйте с 40 кг. И после трех рапсов, твои ноги умерли. Попробуйте. Попробуйте, чувак. У меня сильные ноги. Но когда мы начали делать трех рапсов, для всех людей это очень сложно. Потому что ты никогда не используешь ноги максимально. Вы используете ноги. Да. Все люди, может быть, не все, 80% кроссфитеров, имеют очень сильную ногу. Потому что ты всегда делаешь злитки, злитки, злитки. Может быть, бокскот, но это не другая нога. Что мы нуждаем для весной рапсов и для того, что ты делаешь в кроссфите. Это другая нога. И у тебя больше силы в背е? Конечно. И когда ты начинаешь использовать более ноги, конечно, твои ноги не готовы для этого момента. Хорошо? Следующий шаг. Следующий шаг. После того, когда ты начнешь делать пул, и лепт, с первой позиции до ноги, и немного под подоконниками, твоя шин должна быть 90-дегре. 90-дегре. Почему? Что ты думаешь? Я бы сказал, что ты более upright. В этом позиции, когда ты делаешь 90-дегре. Это ваша сильная и комфортная позиция. Когда ты делаешь марафон, или очень тяжелый упражнитель, после того, когда ты расслабляешься твой тел, и ты используешь эту позицию. Почему мы используем эту позицию? Потому что в этой позиции мы используем наши боли, и телоангулы очень комфортнее для нас. И опять же, мы делаем ноги с отверхом. Мы никогда не стоим так. Да? Никогда. Конечно. Мы делаем так, потому что это комфортнее для нас. В этой позиции мы используем наши мышцы, которые готовы для нас. Конечно. Да? Да. Когда ты начнешь прыгать, когда ты начнешь делать длинный лифт, ты тоже должен проверить этот момент. Хорошо. На низшем уровне твоя chin должна быть 90-дегре. Немного на низшем уровне твоя chin должна быть 90-дегре. Хорошо? Попробуй. Попробуй. Попробуй больше. Попробуй больше. Отп Sa jackd collaborations. А imagem. Попробуй хорошо. Попробуй. Т Очень хорошо. Немного раз Rae. У нее наämä. Именноλαдно-русеть. Они отступают на край Tina's, 拿 ante척. Попробуй меня съемок сейчас. Когда я дохожу, некоторые говорят о этой положении, а когда я сказал телом бабки с аниматой, приходят, люди сказали, мы идем в她онkach. И я сказал, что если ты делаешь вот так, то ноги больше отходят. Если мои ноги стоят здесь, то будет легче, чтобы мои ноги подниматься? Нет, разные люди, разные позиции. Но самая идея. Да, это должен быть наиболее комфортной позиции для тебя. Но очень важно, что твои ноги и ноги никогда не двигаются. Не двигаются, когда ты делаешь вот так. Твои ноги начинают двигаться только после контакта. После контакта ты начинаешь двигаться и идешь на ноги. Но раньше, если ты делаешь ноги, ноги, идешь на другую сторону, то это ошибка. Это не хорошо. Конечно, если ты делаешь ноги, центр гравитеты идешь на ноги, и ты поднимаешь ноги, то, конечно, ты не можешь делать максимальную эксплуатацию в контакте. Потому что это не комфортная позиция. Например, если мы делаем с тобой небольшую контакт для прыжки вперед, то мои ноги сильнее, как ты. Но я делаю прыжки вперед с небольшой позиции на ноги. Моя центр гравитеты идет на ноги, и я немного поднимаю ноги. Но ты используешь полное ноги на поле. И используешь твои мышцы. И мы сможем закончить с тобой так же. Может быть, ты победишь. Потому что для нас это очень важно, чтобы чувствовать ноги. Потому что только когда вы чувствуете ноги, мы используем наши мышцы. Это очень важно. Вы должны понимать, что ты делаешь спорты для чего? Да. Если ты делаешь спорты для того, чтобы сделать ноги сильнее, используй твои мышцы. Как спорты с бара на поле. Все время. Хорошо. Да? Хорошо, попробуй снова. Хорошо. Если мои ноги здесь хорошие, то это нормально? Да. Хорошо. Хорошо. Чебе не надо. Хочется напряженной. И фертон, ноги оттуда. Ни ноги оттуда. Да. Это очень хорошо. Твоя тела, твои ноги, должны быть немного выше бара на поле. Хорошо. Так. Немного больше вперед. Хорошо. Это... Вау! Сверху и снизу. Снизу, снизу, и тело должны идти вперед больше. Но снизу, если ты делаешь это так, это не хорошо. Снизу, ты должен делать это так. Не открыто. Ты никогда не открыто. Но немного больше. Для снизу, это не плохое. Для веса лихтеров. Потому что у нас много веса лихтеров. И этот парень использовал его тело. Он очень далеко? Да. Почему? Потому что снизу, нужно использовать его ряду. Это длиннее движение. Да? Где длиннее движение? Из нашей ряду. Если ты делаешь более вверх, то мы идем выше. Если ты делаешь это так, то это не хорошо. Потому что снизу не нужно делать это так. Да? Это немного другая. Мы поговорим про это немного позже. Но для снизу, более вверх. Больше вверх. Больше вверх. Больше вверх. Некоторые люди пытаются использовать эту позицию. Но идти на ноги. Это не хорошо. Это должно быть баланс. Более. 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 Для вас не содержит. Более. Более. Нет! Такого. Можно немного отверстия. Конечно. Более. И твои ноги. Еще один. И легче, легче, легче. Слышите ноги, легче. Слышите ноги и в позицию. Хорошо, хорошо. Потому что когда ты идешь на ноги, когда центр гравития идешь на ноги, конечно, если ты рвешь быстрее, ты никогда не спрятаешь. Потому что это слишком быстро, это миллисекунд. Но когда ты делаешь легче, и центр гравития чуть-чуть на ноги. Конечно, ты рвешь. И ты понимаешь этот момент. И, конечно, твоя инстинкт чуть-чуть обратно. Ты меняешь эту позицию. И твои ноги, твои ноги, будут тренироваться хорошо. И в лифте это очень важно. В начале 60 кг. Но в лифте это очень важно. Легче, легче, легче. Потому что ты тренироваешь ноги. Трудно занимаешь ноги. И тренируешься в других операциях. А не в лифте. Может быть, иногда. Иногда ты можешь делать быстрее, быстрее в лифте. Но, может быть, 90% нужно тренировать мышцы, легче, легче. Тренировать углы, тренировать силы. Это очень важно. Для меня, самый большой ошибок, когда люди в Кроссфит-коммунинии и много людей в Классфит-коммунинии думают о хипе, они должны идти вперед. И кик, и ударить барбель. Это самый большой ошибок. Тренировать углы, никогда не идти вперед. Тренировать углы, когда вы скидываете, и когда вы делаете контакты, они выдержали в вертикальной позиции. Но, конечно, парни вперед. Если вы смотрите виде в Классфит-коммунии, это не специально. Вы никогда не делаете такие специальные. Вы думаете о вертикальной позиции, но, конечно же, вы обратите внимание. Поэтому люди могут видеть эту фотографию, эту фотографию. Это не специально. Я никогда не думаю, что если вы смотрите видео и фотографии, то я делаю то же самое. Да, это моя финальная позиция, но это не специально. Я думаю о вертикальной позиции, и после моего тела будет немного плохой, но инерсия. То же самое с нашими ногами. Мы никогда не идем на наши ноги специально. Если вы идете на ноги с баром специально... О, видите? Я потерял свой баланс без бар. Но без бар, конечно, я падаю впервые. Мы делаем нашим контакт с полным ногами на флоре. И после инерсия нас на ногах, не специально. И с этой позиции мы падаем. Если мы делаем вертикальную позицию, если мы чувствуем вертикально, не ловите впервые, не ловите впервые, то бар пойдет впервые. Если мы делаем так, то бар пойдет впервые. Бар никогда не ловит вертикально. И, конечно, бар пойдет впервые, ты прыгаешь впервые, и бар остается немного впервые. Бар пойдет впервые. Хорошо, следующее. Бар пойдет на бар. Для снижения и для снижения очень важный контакт. Хорошо. Не снижение, а кик. И на первую очередь вы должны чувствовать этот момент. Просто кик. Кик. Товы от. Товы от. И вы должны чувствовать этот момент. Товы остаются, не двигаются. Просто руки. Просто руки. Потому что, когда я показывал этот экзерсизм на семинаре, и показывал, и после того, что люди делали так. Я всегда сказал, что это для секса. Это не для снижения. Да? Только руки. 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 Почему? Потому что, когда ты начинаешь делать контакт на снижение, различные движения, используетinspav Tal. И после этого управляешься ipad. Воп-контрол. Почему ты тренируешь на движ 따라j herkes? Руки, труiva, руки. Хорошо. Хорошо, это контакты. Не так вот. Контакт. Да. Что вы? Какой это следующий шаг? Какий следующий раз? Да. Это разное. Не так. И используйте ноги. Или используйте руки. Что вы мне показываете? Что вы показываете для нас сейчас? Это, может быть, третья большая ошибка в кроссфитах. Для меня. Может быть, коучи меня ударили после этого видео. Но это для меня только. После контакта, в контакте. Что случится в контакте? В контакте. Вы используете ноги и ноги. И после этого момента Вы должны контролировать бар. И расширить его. После этого момента, бар должен идти вертикально. Я не люблю это слово. Шрак. Я люблю барбару шрак, но я не люблю просто шрак. Что в шраке есть? Когда вы делаете шрак, Первое. Барбар идти вперед. Вы не можете делать шрак вот так. Да? Да. Вы делаете вот так. Немного больше вперед. И что дальше? Барбар изменяет движение. Немного. И идти вперед. Может быть, немного. Если вы делаете больше шрак, больше силы, больше вперед. Это первое. Это не хорошо для нас. Да? Барбар идет вперед. Барбар идет вперед. Возвращение. Это не хорошо. Один способ. И второе. В контакте, барбар должен идти вертикально. Если вы делаете шрак, барбар никогда не идти. Никогда не идти. Потому что вы остановите барбару. Миллисекунд. Но вы делаете остановку. Да? Да. В контакте, вы используете ноги в заднем. И потом. Когда барбар не идти вперед, потому что вы не можете использовать ноги в заднем. И в заднем. И ударить барбару в вертикально. Да? Барбар идет вперед. Конечно. И вы должны использовать свои руки. Для контроля. Уберите барбару. Держите. Взрыв. 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 Предположите, что наши ноги. Это... Это наши шрака. Гракка. Скорая. Есть длины. Что это? Колега. Еслиन теапы подб совету придет к Chapter 3 Nature фону definit damaging. Здесь подзвук sagrange. Еслины теапы присутствуют как здесь. Барфляйте обратно. В контакте вы используете ноги, ноги, контакты, а затем используете колбасы. Колбасы, это очень важно. Колбасы должны выглядеть вверх, вверх, вверх. Это контакт. И после барафляйте. Это контакт. Хорошо. Попробуй. Давайте попробуем. Итак, я начну с этой стороны? Смотрите. Это очень важно. Это очень интересные вещи. Когда я начал делать семинар, я сказал, кто поставил ноги параллельно в позицию. И что дальше? Посмотрите внизу и начинайте попробовать, как вы поставили ноги. Потому что люди никогда не думают о этом моменте. Всегда. Это очень важно. Это основное. Это основное. Не здесь, не здесь. Если вы не чувствуете ноги, то не важно, что вы делаете после этого. Это начало. Плеса. 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 Контакт. Хваста. 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 Хорошо. Следующий шаг. В путь. В путье. Вы используете свои руки только когда барафляет в вашем честь. Хорошо. Да? Контакт, вниз, вниз. Это ваш финальный позиция. Потому что если вы используете свои руки немного выше, то вы остановите барр. Барр должен пройти. Вы используете свои руки перед крестом, а потом вы расслабляете. Когда вы делаете это сейчас, вы используете свои руки немного выше. Это не хорошо. Это финальный позиция. Ты должен тренировать эту финальную позицию. И после парр, не надо тренировать этого момента. Потому что когда вы тренировали этот момент, это не правильно. Не нужно тренировать этот момент. Это автоматизм. Вы можете тренировать инерцию с ногами. Вас нельзя. Вы можете тренировать данный момент, когда вы собираешься в инерции. Вы не можете тренироваться в этот момент, когда барафляй. Вы должны тренироваться, что нужно. Вы должны использовать свои руки. Тренироваться в этот момент и остановить ее. И после того, когда вы делаете полный сбор, когда ваша тело, когда твои колбасы, когда твои трапы будут готовы, это будет немного спортсмена для твоей мотоспективы. После барафляй. Тренировка. Контакт и стоп. Контакт и стоп. Под твоей колбаса. Под твоей колбаса. Да. И попробуйте делать колбасы максимально вперед. Максимально, как возможно, для вас, конечно. Потому что некоторые люди не имеют хорошую флексобилитию, немного проблем. Но попробуйте максимально для вас. Конечно, вы не можете делать так. Но для вас идеальны, а для вашего вертикалка. Однажды. Попробуйте. Возвращайся. Чинь. Возвращайся. 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 Клуби более вперед. Клуби. Возвращайся на ноги. Клуби максимально вперед. Что? Это вашу финансовую позицию. Это твою финансовую позицию. И после этой позиции барафлей. Попробуйте. Держи. 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 Почему держи? Потому что если ты тренинешь с твоим тренировком, например, с моим сегодняшним, я должен корректить тебя, я должен решить тебя. И если ты делаешь оп, оп, ты не понимаешь, что происходит? Ты должен решить это, я тебе корректу, ты понимаешь, это тренинг для твоей мышечной памяти, и ты попробуй снова. И когда ты тренинешь с одной стороны, то же самое. Если ты расслабляешься, если твоя колбаса обратно, ты потеряешь баланс, и ты понимаешь, что происходит. Давай. Да. Оп! 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 Это твоя финальная позиция. Ты чувствуешь баланс? Да. Если я делаю так, ты чувствуешь баланс. Правильно. Ты используешь баланс в этом моменте, но это не шрак. Да. Это самая идея. Сквозь. Это самая идея, но бара никогда не пойдет вперед, и ты не остановишься в баре. Бар пойдет. Бар пойдет. Бар пойдет, и ты держишь баланс максимально близко к твоему телу. Бар пойдет близко. И если баланс близко здесь, баланс близко здесь, баланс идёт вертикально. И если твой тело вертикально, ты сгибаешь баланс вместе. И, конечно, это очень хорошо. И ты используешь баланс и стендап. Некоторые люди делают так. Бар пойдет вперед. Да? Бар стелли движет вперед. Начинают бороться с этой стороны. Почему? Потому что ты идешь вперед на другую сторону. Возьменно. Возьменно. И держать баланс. Попробуем еще раз. И мы идем на следующий этап. Окей. У меня есть какие-то слова для тебя о следующей позиции в снэч. Конечно. Когда ты сгибаешь баланс. У меня есть какие-то слова для тебя. Но сейчас я хочу показать вам какие-то упражнения для того, чтобы корректировать этот ошибок. Какие люди имеют в этой части. И дедлифт. Какие специальные упражнения для этого проблемы. Окей? Первый упражнение для твоей flexibilности и мобильности. Потому что 80% людей не могут делать так. Конечно. Да? Да? Да. Может быть, у вас болезнь. Может быть, это натуральное. Да? И много людей спрашивают о мобильности и flexibilности. Конечно. Я не профессионал. Я не профессионал в мобильности и flexibilности. Потому что я веселый. Но мы используем какие-то упражнения для различных позиций. для того, чтобы стращать на коленции. Для рук, для украины. Для руки. Снешки гриб. Скорб嗯. Скорб right? Скорб Right? Бару и ваш Бадан. Скорб right? Скорб right? Скорб выше. Скорб выше. Скорб. Скорб Ветен. Скорб right? скорб right? И крепко твое тело. Твое тело. Только работайте с ногами. Хорошо. Теперь пойдем на ноги и ноги вместе. В этом позиции. Дальше. В同ом exercise, но с ногами. Попробуй. В последней позиции. Держите. Попробуй. Держите. Держите? Еще раз. И крепко твое тело. И снизу. Хорошо. Почему я сказал, что когда ты спрят, крепко твое тело и снизу? Потому что когда ты делаешь с большим весом, когда ты спрят, все тело крепко. Когда ты спрят, в этом exercise, или в этом exercise, как мы делали раньше, некоторые люди спрятали ноги и спрятали ноги. И используют только ноги. Но твое тело всегда движет. Это не хорошо. Третье. И после того, вы спрятали ноги. Третье. 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 Потому что когда вы спрятали ноги и снизу, это легко сохранить вертикальную позицию. Потому что это как монолит. Третье тело как монолит. Хорошо. Помните, когда мы начали тренировать с тобой, я сказал, что я рекомендовал для тренеров и для людей, тренировать не только технику, но и тренировать твои мышцы. Потому что если у вас этот ошибок или этот ошибок, то это не потому, что вы понимаете, что происходит. Это потому, что это натуральное движение. Потому что твои мышцы, готовы для этого движения. Не для любого движения. Да. И теперь я показываю... Не показываю, я думаю, что люди используют это упражнение, но я сказал, как правильно делать это упражнение. Первый упражнение это для проблем, когда вы делаете этот ошибок. Когда вы поднимаете боку, слишком быстро. Что происходит здесь? Тренировки не сильные. Да? Когда вы начинаете упражнение, тело понимает, его ноги не сильные. Он не может использовать его ноги, потому что он не сильные. И он делает вот так, вот этот движение, и все напряжение, все весы идут обратно. Что мы должны делать? Мы должны тренировать наши ноги в специальном упражнении. Попробуйте. Это просто нормальный дед лифт, но дефицитный дед лифт. Дефицитный дед лифт. Хорошо. Хорошо. Это должно быть более комфортно для вас. Максимум глубже. Сидите глубже, как возможно. Хорошо? Тренировки поднимаются. Из этой позиции ноги впервые, ноги всегда поднимаются. В начальной позиции ноги должны быть подниматься и расслабленными. Просто контрольные. Из этой позиции первое движение не поднимание, выше. Из этой позиции перемещаются ноги и Не расслабься. Тушь и идти. Хорошо. Как вы чувствуете? В этой позиции ноги вверх. Что? Это ужасно. Хорошо. Еще раз. Что вы тренировали? Конечно, вы тренировали ноги. Это 40 кг. Конечно, это не достаточно для вас. Но если вы тренировали 80 кг, вы понимаете, что происходит. Но я думаю, что вы тоже чувствуете. Да. Да? В этой позиции работают ноги. И, например, если у вас есть ошибка, то вы должны закончить румынинский длифт за 2-3 месяца. Потому что ноги сильнее, чем ноги. И должны тренировать ноги. Дефицит, дефицит. Может быть, не дефицит от платформы, но ноги, ноги, ноги. Вы не должны тренировать ноги. Да? Это лучший длифт для твоей недели. Для твоей недели. Леги. Следующее. Если у вас есть длифт для ноги. Да. Одна идея. Дефицит. Но румынинский длифт для ноги. Да? Попробуй. В этом позиции, посмотрите на меня. Твои ноги должны быть не прямыми. Немного расслабляться. Немного расслабляться. Немного расслабляться. Немного расслабляться. Хорошо. 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 Это, что нужно. Хорошо. Если у вас проблемы, то, что после ноги, то ноги вернутся. Что вы тренили в этом упражнении? Конечно. Вы тренили в ноги. Хорошо. Хорошо. Я люблю, как вы делаете финальную позицию. Это очень важно для людей, для кроссфитов. Вы сохраняете немного углы. Конечно. Не открыть. Я не знаю, почему вы это делаете, но почему я рекомендую сохранить углы. Может немного. Может немного. Может немного. Может немного вперед. Я понимаю, что это правила в силу. Это правила в кроссфитах. Но если вы тренили в этом движении каждый день. Чем-то день. Чем-то день. Чем-то день. Что вы тренили? Вы тренили в ногах. Может быть. Но вы тренили в моторской силе. Правильно. Вы тренили в финальной позиции и всегда идите вперед. Всегда идите вперед. Да. И вы не можете делать снижение в другой технике. Потому что в левом рядах вы тренили в этот момент. Правильно. Да? Это не хорошо для левом рядах. Для левом рядах в вертикальной позиции или немного вперед. Да. Вот так. Хорошо. И второе. Почему это не хорошо? Например, вы тренили в большом весе. В левом рядах. Да? Но в финальной позиции вы расслабляете. Все снижение на левом рядах. И, конечно, это не хорошо для вашей спины. Может быть, не болезнь сегодня, но после двух дней, трех дней, или один месяц ваша спина будет снижена. Хорошо? Хорошо? Хорошо.